мир вам братья и сестры мы сегодня продолжим с вами размышления на тему школа смирения тема четвертая и последняя я буду читать текст писания который записан евангелие от матфея 5 глава с 3 текста евангелие от матфея 5 глава 3 текст блаженны нищие духом ибо их есть царство небесное с этих слов начинается нагорная проповедь и можно сказать с этих слов начинается учение нового завета иисус переворачивает представление людей о счастье в понимании большинства людей счастье это то к чему нужно стремиться это такое состояние когда у тебя все есть когда родные рядом когда ничего не болит когда у всех все хорошо вот когда мы живем без долгов когда все нас устраивает такое наше представление о счастье христос говорит счастье это не то что ты думаешь у счастье согласно нового завета совсем другие критерии и один из этих критерий счастливы нищие духом нищета духовно это такое состояние которое подчеркивает наше несоответствие божьему величию это наше недостоинство перед величием божьим сознание своей нечистоты перед чистотой творца это сознание своей полной зависимости от силы божьей это жажда бога давид так выразил это в одном из своих псалмов 62 псалом со второго текста боже ты бог мой тебя отрани за ищу я тебя жаждет душа моя по тебе томится плоть моя в земле пустой и сохший и безводный чтобы видеть силу твою и славу твою как я видел тебя в святилище ибо милость твоя лучше нежели жизнь уста мои восхвалят тебя друзья по людским понятиям счастье это видеть силу свою это видеть славу свою это видеть свое благополучие по писанию по учению нового завета давид говорит это видеть силу твою и славу твою и конечно же одно из обетований важных обетований это смиренным небесное царство смиренным небесное царство нищие духом это те которые стоят перед богом с протянутой рукой друзья просят не для жизни бренный счастье какого-то благополучия здоровья денег достатка об ищет и просят для бессмертной души своей чистоты сердечной смирения веры и терпения это те кто просят благ духовных те которые каются и благодарят бога за то что у них есть знаете августин вполне ясно уточняет как кого можно на самом деле назвать нищим кто такие нищие духом это те которые славят бога когда делают добро и винят себя когда поступают дурно или плохо поступают и так можно сказать что нищие духом это церковь христова бог избрал не мудрой мира апостол павел коринфян спрашивает не бедных ли мира избрал бог и отождествение себя с нищими и бедными имела высокое смысла в еврейской среде 73 псалом собрание убогих твоих не забудь навсегда вот прошение церкви к своему пастырю к своему создателю собрание убогих твоих не забудь навсегда быть смиренным библии означает иметь нужду боге ожидает него не суда за свои проступки и погрешения ожидая от него милости и спасения от своей немощи от погибели друзья это значит не провожать всевышнего в слугу своих желаний своих устремлений или интересов а быть готовым оставить даже самое дорогое если путь господа поведет дальше мы своей молитве часто хотим менять бога да мы хотим чтобы он обратил внимание и изменил свое отношение к нашим проблемам от изменил отношение свою к нашим детям но нужно на самом деле молиться то чтобы он изменил нас с вами не бог изменялся в наших молитвах мы помолились и бог изменился да а чтобы мы изменились обращаясь богу молитвы и главное смирение и нищете вот ведь козавет него правитико это вопль богу открой мне волю Твою и дай силы мне эту Твою волю исполнить. Главная забота смиренного и послушного – это активное согласование своей воли с волей Божьей, как написано «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Еще об одном обетовании смиренным пишет апостол Иаков, 4 глава, 6 текст. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вечное небесное царство. Смиренная благодать. Бог смиренно дает то, чего они не заслуживают, друзья. То, чего они не заслуживают. Может быть, человек обычно заслуживает и плохого чего-то, да? Но Бог смиренно дает не то, чего они заслуживают. Больше смирения – больше благодати. Больше смирения – больше милости Божией. Вот про Ной написано. Ной же обрел благодать перед очами Господа. Обрел благодать. Нашел благодать перед очами Господа. Качества его какие были? В 6 главе Бытия написано. Но Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Друзья, смирение ходит перед Богом, не перед людьми. А вот Новый Завет про Марию написано. И сказал ей ангел, не бойся Марии, ибо ты обрела благодать у Бога. И при встрече с Елизаветой, помните, она скажет, что презрел он на смирение рабы своей. Смирение и благодать очень тесно связаны, друзья. Это Божий дар, который невозможно нереально приобрести или заслужить. Милосердие или милость Божия к нам. Поэтому если человек считает, что он из себя что-то представляет, то, как правило, в нем никогда не может действовать благодать Божия. Там могут действовать собственные усилия, собственные потуги человека, но там не действует Божия благодать. А апостолы Иисуса очень это понимали. Они говорили о себе, мы рабы ничего не стоящие. И мы знаем, что Божия благодать очень много через них потрудилась. Друзья, еще одно обетование смиренным. Смиренных Господь спасает. Смиренным спасение. 33-й псалом, 19-й текст. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Друзья, Бог не может спасти человека без его желания. Без его согласия Бог спасти человека не может. Для нашего спасения необходимо смирение. Давайте мы с вами вспомним разбойника на кресте. Луки 23-й глава 41-й текст. И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал. Друзья, признать виной это смирение. А за смирением следует спасение. Спасение это не просто прощение греха и избавление от смертельной опасности. Нет, это не только прощение. Спасение это соединение с Богом. Будешь спасен, да? Господь сказал разбойнику, будешь спасен. Это равносильно тому, что будешь со мною в раю. Вот спасение. Часто в нашем представлении спасение это просто покаяться. Нет, друзья. Спасение это соединение с Богом. В данном случае сегодняшнее наше участие в вечере это свидетельство нашего спасения. Соединение со Христом. Это состояние начинается, друзья, на земле. Состояние, когда небо внутри. Мне нравятся эти слова. Я часто их повторяю. Слова одного человека, служителя Божия. Стяжем внутрь себя мир и тишину. И станем жилищем Святого Духа. И на земле будем райствовать. Состояние райствования это внутри человека, друзья. Рай начинается внутри. Блаженный нищий духом, ибо их есть Царствие Небесное. Римлянам апостол Павел пишет 14 главе 17 текст. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Друзья, и последнее обетование смиренным на сегодня. Потому что очень много обетований. Мы только некоторые с вами коснулись. Смиренным оправдание. Сказал также к некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны и уничижали других следующую притчу. Удивительно, друзья. Я обратил внимание, что это притча, написанная для гордых людей. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других. То есть, гордым людям. То есть, для нас с вами, для всех. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисея, другой мытарь. Фарисей, став молиться сам себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодили, как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю. Даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мы так же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Но, ударяя себя в грудь, говорил. Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Смиренным оправданием. Друзья, первая мысль, которая звучит в этой притче, или в прочитанном тексте, в храм ходит для того, чтобы молиться. Для чего сегодня каждый из нас с вами пришел в храм Божий? Для чего? Кто-то пообщаться, кто-то встретиться с друзьями, может быть, кто-то для развлечения, кто-то послужить, или чтобы ему послужили. Мысль, которая записана здесь первая, в храм ходит для того, чтобы молиться. Два человека вошли в храм. Для чего? Они пришли в храм помолиться. Вторая мысль. В храм ходят разные люди, друзья. Разные люди. И хотя, может, они годами ходят в один и тот же храм, они продолжают слушать одни и те же проповеди. Они часто остаются разными людьми и по-разному мыслят, и по-разному молятся. Есть те, которые судят других, и во всех обстоятельствах жизни у них есть виноватые. Есть такая категория людей по вот этой притче. Они ходят, судят других, и всегда ищут, кто виноват. Есть те, которые судят себя, и всегда во всем видят виноватыми себя. Фарисей молился про себя о чем? О своих достоинствах. Мытарь вслух говорил свои недостатки. Один благодарил и говорил, я не такой, как прочие. Я лучше. Другой говорил, я не такой, как прочие люди. Я хуже. Я грешник. Друзья, и третья мысль. Люди, уверенные в том, что они и праведные, и уничтожающие других, это люди, которые ограблены гордостью. Я не таков. Если мы продолжим, то я лучше. Я исполняю заповеди, я не грешу по-крупному, я милостив, я не такой, как прочие другие люди. Друзья, дух критицизма – это отличительная черта гордых людей. Дух критики. Они всегда найдут, что не так. У них всегда было бы иначе. Мы уже говорили с вами про мух и пчел. Одни всегда ищут, где нектар, другие ищут, где отбросы, мусор и грязь. И последняя мысль из этого текста подводит итог. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Друзья, мы повторили некоторые обетования смиренным. Это смиренным небесное царство, благодать, спасение и оправдание. А что еще можно желать, друзья? Что еще можно желать? Мне хотелось бы сегодня с вами войти еще в три класса школы смирения. Вот таким образом у нас будет 12 юнитов, и мы на этом закончим эту тему в школе смирения. Друзья, первый класс, в который мне хотелось бы вместе с вами зайти, это класс в школе смирения. Это детство и зрелый возраст. Я объединил их, потому что дети смиряются, конечно же, под воздействием своих родителей, и родители часто смиряются под действием своих детей. Поэтому детство и средний возраст я объединил. А говоря о смирении детям, друзья, мы должны себя подправлять, да? То есть смиряться, и Бог часто смиряет родителей через детей. Я буду читать про Анну. Это первая книга царств, первая глава с 24 текста. «Когда же вскормила его, пошла с ним в селом, взяв три тельца и одну ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в селом, отрок же был еще дитя, и закололи тельца, и привела отрока к Илье, и сказала, «О, Господин мой, да живет душа твоя! Господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу, о всем детяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просил у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу, и поклонилась там Господу». И еще один текст, это первая книга царств, вторая глава, 17 текст. «Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефот. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы». Друзья, неизвестно, неизвестно, а были, ходили уже слухи или нет, что у него с детьми не все хорошо. Анна говорит, я отдаю его Господу. Я не Илье его отдаю, я отдаю его Господу. Но вероятно, Анна наказывала Самуил, да? Самуил. Илье слушаться. «Отрок же» было написано, еще дитя. Вероятно, он говорил, мама, я хочу с тобой домой, я не хочу льняной ефот. Я хочу аэропостол, я не хочу льняной ефот. Почему я должен здесь остаться? Я хочу с тобой домой. Она привела его в храм. Друзья, что мы учим из этого текста? Смирению детей должны способствовать родители. Родители должны способствовать смирению своих детей. А как ей пришлось смиряться? Смотрите, самое первое, долгожданное, вымоленное дитя отдать. Это очень нелегко. Это очень сложно было это сделать. А будут ли еще дети? Неизвестно. И часто родителям приходится прибегать и к наказанию, даже для того, чтобы сформировать правильное отношение или правильное поведение у детей. Евреям 12 глава с 9 текста. «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу. Текст, который здесь написан, друзья, там место в переводе стоит «рассуждение». Для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Плод смиренной праведности» в другом переводе. Друзья, современный перевод этого текста так гласит. «Наши отцы по плоти наказывали нас в короткое время по своему разумению». Произвол слова не совсем удачное. «По своему разумению». «Он же наказывает ради нашего блага, чтобы мы приобщились к святости его». Друзья, мы бы хотели, конечно, чтобы нас приобщали к благим делам чем? Мороженым, конфетами, да? Чем еще? Может быть, компьютерными играми, да? Приобщили бы нас к чему-нибудь хорошему. А он нас приобщает, друзья, наказанием. Родители воспитывают нас в соответствии со своими представлениями о нашем благе. Бог наказывает нас, имея в виду вечные ценности. Родители, у которых дети в процессе приобретения начального смирения, они знают, что в магазинах с такими детьми бывает очень трудно, да? Ну, видел какую-нибудь игрушку или какой-то продукт вкусный, да? Купи, купи, хочу, хочу, и может быть слезы и все остальное. Какой вывод из этого делают родители? Родители знают, что это от недостатка витамина. Витаминов не хватает. Витаминов – наказание, про которое написано, что они кислые, горькие на вкус, эти витамины. Они вызывают печаль, как мы с вами прочитали. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью». Дети еще не понимают, что это только им кажется. Кажется. Здесь написано, время кажется им не радостью. На самом деле это благодать. Родители это знают. Друзья, а как-то мне пришлось прочитать статью, которая так называлась, одного специалиста-садовода. Она называлась «Что делать, если деревья не плодоносят?» «Что делать, если деревья не плодоносят?» Я прочитаю вам из нее вытяжку. Один из способов повысить плодоношение – это пригибание ветвей, наклонение ветвей. Данный способ наиболее естественный, так как наблюдается в природе. Первые плоды, образующиеся на ветках, сгибают ветви, чем стимулируют закладку плодовых образований и почек. И тем самым стимулируют плодоношение на следующий год. Пригибание можно производить при помощи подвешивания грузов и подвязки ветвей к стволу или колышку. В качестве грузов можно использовать свинцовые слитки или камни. Если грузы подвесить в конце лета, то это не даст эффекта, так как этап формирования почек уже прошел. Друзья, Писание говорит о том, что наказание детей связано с печалью. Но после оно принесет добрый плод. Всякое наказание, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Плод смиренной праведности. Друзья, это и наклонение ветвей, и подвязка их к стволу, и подвешивание грузов. И в конце лета поздно. Нужно, пока почка еще не сформировалась. Друзья, и результат, конечно, будет не сразу. Может быть, на следующее лето будет результат. Мы с вами используем, мы должны использовать данные методы, в том числе и в воспитании наших детей. А Господь, друзья, заботится о нашем плод отношении. Он и нас наклоняет. Наклоняет часто. И привязывает к стволу. И грузы нам подвешивает разные. Веточка, которая послабее, ей послабее. А которая посильнее, ей груз посильнее. Друзья, я вспоминаю, как нас будили на собрании родители в начале 80-х. Нам надо было вставить в 6 часов. Ну, все время в школу каждый день. Подходит в воскресенье, тут бы поспать, да? Иногда спишь и думаешь, хоть бы меня забыли разбудить. Но надо было вставить. Потому что 7-20 электричка уже отходила на собрание. Третий вагон с конца. Все туда, в этот вагон. Никто не знает, где выходить, где собрание. Друзья, никакой поблажки не было от родителей. Никакой. И нужно было смиряться. И сейчас мы за это родителям благодарны. Всякое вот это наставление, вот это сгинание нас, да? Оно служит нам на пользу к нашему плодоношению. К матери Самсона. Является ангел и говорит. Родишь сына, и он от самого чрева, младенец сей, будет на заре Божий. Друзья, ну так как он на заре, там начинали действовать какие-то ограничения. Вы помните, да? Для него будут действовать некоторые ограничения, в том числе и в пище. Какие ограничения? Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза. Пусть не пьет вина из секеры и не ест ничего нечистого. А я представляю себе так, что с этого дня родителям надо забыть про виноград. Так же, да? Ребенку нельзя, а мне каково будет? Про булочки с изюмом надо тоже забыть родителям. Друзья, смирение детей это производное от смирения родителей. И если вы часто просиживаете за компьютером, не считаете Писание и не молитесь, то не надо требовать от своих детей, чтобы они были назореями Божьими. Не надо этого делать. Наше смирение это залог смирения наших детей. Римский философ Луций Синека, он жил в 50-х годах до нашей эры еще, до рождения Христа. Он такие слова говорит. Долг путь по учению, краток и убедительный путь примеров. Некоторые сегодня считают, нам надо подчитать, мы недостаточно образован духовно, столько литературы. Вот подчитаем, будем умнее, будем правильно поступать. Синека говорит, краток и убедительный путь примеров. Я бы добавил к Иосифу, знаете что, убедительный путь личных примеров, личных. Иисусу 12 лет. Иосиф, и Мария, и отрок Иисус пришли на праздник в Иерусалиме. На обратном пути они не находили Иисуса. Мария с Иосифом посмотрели, нету Иисуса. Прошли они уже дневной путь, они возвратились. Ну представьте, сколько там можно за день было пройти километров, я не знаю. Вернулись назад. Сейчас свое сердце, представьте, друзья, что там было, если найдем, да? Написано, три дня искали его в Иерусалиме. Я думаю, что и три ночи тоже, потому что спать в этом состоянии очень сложно. Нашли. Матерь его сказала ему, Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорби искали тебя. Состояние нетрудно понять. Написано, с великой скорби. И написано, они вместе возвращаются в Назарет. Вместе возвращаются в Назарет. И здесь написаны очень короткие слова, но они очень емкие, друзья. Пошел с ними. И был в повиновении у них. В этих коротких словах, друзья, заложено очень много. Пошел с ними. Друзья, это образец для нашего воспитания детей. Мы очень рады, когда дети с нами идут. На собрания идут. Не только в бассейн или там на озеро, или куда-нибудь на океан отдыхать. Когда они идут с нами. Они идут вместе с нами к Богу. Они идут вместе с нами в служении. Пошел с ними. Мне бы очень хотелось, чтобы дети разделяли наши ценности. Пошел с ними. И написано, был в повиновении, подчинении. То есть, он свою волю покорял родителям. Друзья, детский возраст, это возраст, в котором нужно нам начать закладку смирения в детях. И в то же время, для зрелого возраста, развивать эти качества. И чтобы Господь был на помощь. И наши дети. Братья и сестры, второй класс. Давайте с вами зайдем. Второй класс, это юность. Это юность. Это класс в школе смирения, в котором также необходимо стяжать смирение. Взращивать смирение. Друзья, это время самостоятельности. Самое сложное время для приобретения смирения. Потому что в юности всего в достатке. Так юность считает. То есть, у меня все есть. Мне ничего не надо. Я самодостаточный. Давайте с вами вспомним притчу о юноше, который спрашивал, что нужно делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Матфея, 19 глава, 21 текст. Если хочешь быть совершенным, ему Христос отвечает. Пойди, продай имение твое и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за Мною. Вот Господь ему отвечает. Друзья, мы знаем, что для юноши этот подвиг оказался слишком великим. Потому что у каждого человека своя мера и свой предел духовного роста. У юношей и девушек есть свое имение. И это имение не только материальное. Это и духовное имение. Они чего-то достигли. Какие-то духовные накопления, духовное богатство. И каждым этим имением по-своему дорожит. Кто что прочитал, кто что слышал, кто как развивался, да? Кто в какой церкви был и так далее. И юноша был богат тем, что он чувствовал, что он праведник. Он выполнил все заповеди. Он об этом самому Христу мог сказать. Я это соблюл все. Он уже великий, друзья, по-своему. Друзья, исполнять заповеди – это бесспорно богатство. Это бесспорно богатство. Христос говорит, раздай его, расточай для других. Получишь сокровища на небесах. Нам свойственно эту притчу относить только к материальным благам. Вот у него там есть деньги или миллионы, или еще что-нибудь. Какое-то наследство. Некоторые говорят, а зачем мне раздавать небольшое богатство? Пусть раздают те, у кого большие способности. В плане проповеди, или, может быть, это человек диакон. Я ни диакон, ни пресвитер, ни проповедник. А что я буду раздавать? Вот у кого много, тот пусть раздает. А Христос говорит, раздай то, что у тебя есть, и следуй за мной. Друзья, это и есть смирение. Не следовать за своему ум, своим богатством, своим интеллектом, своими желаниями, амбициями, а следовать за Христом. Друзья, чем мы богаты? Мы богаты тем, что нас делает гордыми и самодовольными. Вот от этого, наверное, надо отказываться в первую очередь. И следовать за Христом. Друзья, конечно же, школой смирения для человека является любая учеба. Любая учеба. Вот пошли ли вы здесь в скалыш или в школу, надо смиряться, да, признать, что я не знаю, плохо запоминаю. И все, что мы начинаем делать, всегда почти получается у нас не совсем хорошо. Всегда есть проблемы. Вот. Для того, чтобы нам многому научиться, сначала нужно за кем-то повторять. Повторять. И дети вынуждены это делать. А юность очень часто, ну, считается, что надо самому на свои грабли наступить. Зачем я за кем-то буду повторять? Даже в духовном плане. В школе я хочу вспомнить, наверное, и здесь в Америке тоже так же. Нам приходилось с вами писать прописи. Помните, да, что такое прописи? То есть мы обводили за кем-то чужие крючочки, чужие кружочки, потом красиво написанные буквы. Вот, друзья, и кто хорошо это делал, тот потом сам приобрел красивый почерк. И посейчас, может быть, до старости так пишет. А кто сам побыстрее и сам буду корябать, вот это, да, не буду я ни за кем обводить, тот и по сегодня свой даже почерк читает с трудом. Друзья, это смирение. Нам всем нужно следовать за Христом, повторять за Христом, а также подражать вере в верных. И в духовной жизни также нужны авторитеты, как и на стройке, и в музыке, и в живописи, и во всех других областях жизни. В духовной области нужно за кем-то повторять тоже, друзья. У нас есть образец. Христовы следуют за Христом и подражают вере верных. Джерри Бриджетс в книге «Терпимые грехи» описывает четыре сферы, в которых особенно ярко проявляется наш эгоизм. Друзья, эгоизм – это одно из проявлений гордости, очень яркое проявление гордости. Первое проявление эгоизма касается наших интересов. Мы всегда готовы отстаивать наши интересы, да, говорить о наших интересах, продвигать наши интересы. Вот апостол Павел пишет филиппийцам во второй главе четвертый текст. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Друзья, ну здесь нам тоже нужно взращивать смирение, ставив почаще на первое место интересы других людей. Вот, а также служение в церкви – это помогает нам в том, чтобы свои интересы задвигать иногда подальше. Потому что человек, живущий только своими интересами, это человек эгоистичный. Он взращивает гордость, которая приведет его в ад. Вторая сфера эгоизма затравит наше время. Оно для нас драгоценна. Но всегда ли мы так же ценно относимся ко времени других людей? Вот написано Галатом, 6 глава, 2 текст. Сносите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Друзья, мы должны правильно оценивать потребности других людей. И жертвовать своим временем, чтобы эти потребности восполнять. Я даже простой пример приведу для молодежи. Я пишу все время или часто смс-ки моим друзьям. И они иногда вынуждены мне отвечать. Но у меня со временем посвободнее, да? Я могу сколько угодно написать, тысяч. А тем самым ворую время часто у других людей, которые вынуждены мне отвечать. Хотя, может быть, они заняты серьезным делом. Друзья, наше личное время, потраченное на служение людям и Богу, оно будет высоко Богом оценено. Очень высоко. Поэтому сохранил бы нас Господь от эгоизма, чтобы эгоизм достигал на время других людей. Еще наш эгоизм активно проявляется в вопросе расходования наших денег. Деньги родителей, друзья, и лично заработанные деньги, они часто имеют разную цену. Молодежь, не так ли? Мы охотно тратим свои деньги на себя. Очень охотно. И с великим трудом мы часто готовы помочь кому-нибудь. 1 Иоанна 3 глава 17 текст. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Ну и четвертое проявление эгоизма – это наша невнимательность. Порой мы не учитываем чувства других людей, когда, может быть, не тактично обличаем других людей, не благодарим, принимаем как должную помощь и заботу других людей о себе. Евреям апостол Павел пишет, «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Друзья, в юности нужно научиться писать прописи смирения, спрашивать совета, подавлять свой эгоизм в сфере наших интересов, как мы с вами сказали, нашего времени, наших денег и нашей невнимательности. Ну и третий класс, друзья, в школе смирения. Третий класс – это пожилой возраст и старость. Друзья, пожилые люди, они постепенно теряют самостоятельность. Они становятся зависимы от других людей, от своих детей. Вот нужно кого-то просить, да, чтобы пойти в магазин, пойти к врачу на appointment на какой-то, вот, даже купить вещи, постирать. Все это связано с большим смирением, с большим смирением. Очень трудно иногда смиряться. И знаете, одна сестра говорила мне, «Даже в церковь хожу не в ту, которую хочу, а в ту, которую хочет моя дочь». И в то же время, друзья, в старости должна наступать большая зависимость от Бога, как написано в 2-м послании к Оринфянам. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренность со дня на день, что делает? Обновляется». То есть отношения с Богом должны быть все теснее и теснее. Смирение должно больше и больше возрастать. Наверное, поэтому в старости приходится так много переносить, что вероятнее всего ни в юности, ни в детстве мы перенести не смогли. Мудрые люди говорят, что к старости нужно готовиться в юности, друзья. В юности. Псалом 91, 13. Очень хорошо всем известен. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру наливанию. Насажденные в доме Господнем» – это кто? Это дети, насажденные в доме Господнем. «Они цветут во дворах Бога нашего» – это кто? Это юность, да? «Они и в старости плодовиты, сочные и свежи». Друзья, они и в старости, как и в юности, в духовном плане, они и в уповании на Бога, в смирении, в послушании Слова. Насажденные в доме Божьем, продолжают свести в доме Божьем, да? И они потом приносят плоды. Блажены те, кто смиряется с детства, друзья, блажены. Смирение старцев и старец, друзья, также заключается в том, чтобы они не забывали, что время перехода близко. К кратчайшему человеку на земле, смиреннейшему, Моисею Бог что сказал, помните? Друзья, взойди на гору и умри. А перед этим он сказал, что надо сделать, да? Там, Иисусу на вина поставь, отдай какие-то постановления, напомни законы и так далее. Друзья, время старости – это время подготовки к переходу, работа над ошибками. Я вспоминаю в школе, когда мы с вами решали примеры или писали диктанты какие-то, да? Нам учительница раздавала, и красным там везде было, или во многих местах, или у кого, кто хорошо учился, там мало было красного. Подчеркнуто было, неправильное решение, не та буква. И нам нужно было, что делать? Работу над ошибками. Мы переписывали опять правильно, и нам ставили вторую оценку. И две оценки было за эту работу. Одна – за то, что я написал сначала, а вторую – как я сделал работу над ошибками. Друзья, вот в вечности самое важное будет работа над ошибками, оценка работы над ошибками. И вот это время старости и пожиловости – это время работы над ошибками. И чтобы мы с вами исправляли. Друзья, а Господь нам очень часто подчеркивает нашу жизнь, да? Где болезнью, где, может быть, какими-то неприятностями, где обличением. Господь нам подчеркивает, что у нас не так. И нам надо с вами поправлять. Еще один текст читаю, друзья. Христос говорил Петру, известное место очень. Иоанна 21, глава 18 текста. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же этот, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, иди за Мною». Друзья, удивительное место. Господь говорит Петру, «В смерти иди за Мною. Ты прострешь руки так же, как и я простер». Мы знаем, да, по преданию Петра распяли, тоже с распростертыми руками, только вниз головой. И какая здесь интересная мысль. «Прославить Бога смертью». Давай разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Друзья, пожилой возраст. Ну, я думаю, что это место ко всем относится, потому что, как считается, что жизнь – это очередь за смертью, да, только мы не знаем, кто за кем. Поэтому мы должны быть беспокойны, какой смертью мы Бога прославим. Это одна большая тема, можно было бы об этом дома просуждать. Как мы можем своей смертью прославить Бога? Не только жизнью, но и смертью. Друзья, это очень глубокая мысль. Нам нужно об этом подумать. Друзья, смирение в старости может проявляться также в служении молитвой и постом. Вы помните, Анна постом и молитвой служила Богу день и ночь. А образец смиренного старца – это Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израиля, и Дух Святой был на нем. Он ожидал Мессию, друзья, ожидал. Так проводил свое время. Мы сегодня с вами будем вспоминать смирение Христа. Смирение Христа. Филиппийцам 2 глава 6 текста. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. И в другом месте мы с вами читали уже. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Научитесь от меня. В одной песне есть такие слова. Она отражает смирение Христа. Спаситель мой, Твои веления так легкие для меня. Когда пример смирения в Тебе вдруг вспомню я. С любовью священной, Своим ученикам Ты, Царь и Бог Вселенной, Омыл стопы их сам. Не ноги мне водою. Всего меня омыл Ты кровью святую и вечность подарил. И впредь с меня, как прежде, Смывай всю грязь, любя, Чтобы я в Твоей одежде достоин был Тебя. Дух кротости, смирения мне в сердце обнови, Чтобы я в уничижении мог всем служить в любви. Один человек, звали его Исаак, он так говорил. Кто ниже всех, куда там упадать? Тот, кто поставил себя ниже всех, куда он упадет? Ведь он уже не может упасть ниже, оказаться ниже. Такого не обидишь. Того, которому нечего терять. Это самый свободный человек, нищий духом. Братья и сестры, школа смирения в нашей жизни – это сама жизнь. Мы с вами вошли только в некоторые классы. Жизнь включает в себя много классов. И мы побыли в них только на малое время, друзья. Только на малое время. Христос в своей нищете прибегал к постоянной молитве к Отцу Небесному. Друзья, нищий духом не забывает молиться. Он просто умрет без молитвы. Он не может без него существовать. Давайте мы с вами помолимся, будем судить себя, чтобы избежать суда вечного. Аминь.